Тираспольский интерднестр комедийно лично возглавил турнирную таблицу национальной серии в самом популярном в Молдове турнире по мини-футболу, проходящем под эгидой национальной ассоциации по мини-футболу. Так в последнем туре, прошедшем на выходных, тираспольчане с трудом одолели кишиневский техмет с редким для мини-футбола счетом 1-0. Номинальные гости забили единственный гол еще в первом тайме, когда отличился украинский футболист Александр Попов. Игра была очень сложная, у нас не весь состав приехал, у нас много выбывших, много травмированных, и игра получилась очень сложная. Она, в принципе, была бы сложная, если бы даже был весь состав. Тут шею фос-класс. Все-таки они оказались более хладнокровны, чем мы, и свой гол забили. Но, в принципе, игра была красивой. Чепежок у хос-класс. В другом матче Тура неуступчивая Вольта встречалась с матерым молд-прогрессом. Несмотря на малое количество забитых голов, зрители не остались разочарованы. Команду провели боевитый матч, в котором могли выиграть и те, и другие. В итоге выиграла Дружба 1-1, а заодно и Интерднестерком, который воспользовался осечкой своих прямых конкурентов и вырвался вперед в турнирной таблице. Ну а украшением матча стал гол открытие этого сезона Петра Попеску, который мастерски развернулся и пробил в девятку ворот соперника. Футбол был, кстати, неплохой. Я говорю, благодаря футболистам, наверное, здесь все-таки и мини-футбол развивается. Еще в двух матчах тура результаты оказались такими же предсказуемыми, каким был предсказуем обладатель золотого мяча, француз Карим Бензима. К сожалению, лучший игрок планеты по итогам 2022 года так и не успел насладиться голами, которые были забиты в матчах Динамис, Ред Дейвилс и Маиб Гагаузи. А голов было забито много и на любой вкус. Так Динамис разгромил Ред Дейвилс 7-2, а вот Маиб одолел Гагаузи со счетом 5-2. Следующий. Шестой тур обещает быть по-настоящему огненным. Так в прямой дуэли между аутсейдерами Гагаузи и Ред Дейвилсом кто-то из соперников, а может и обе команды, заработают свои первые очки в чемпионате. В самом массовом турнире Молдова по мини-футболу принимают участие 1800 спортсменов, которые представляют 94 команды из 21 населенного пункта на обоих берегах Днестра. Чемпионат, который разделен на 4 дивизиона, проходит в двух градах, в Кишневе на Урбан-Арене на телецентре и в Тирасполе на Лайенс-Арена. Дмитрий Антачану. Новости Рентелу Молдова.